Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём. В этих выпусках я по материалам старых документов и старых газет прошлого века рассказываю о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Напоминаю, «ща» значит «щаранская». Совестливость, рукопожатность, интеллигенность. Креативная партия свободы совести. КПСС. А мы начинаем наши увлекательные изыскания в части Камчатского краеведения. Сегодня мы будем читать старые публикации с 25 июня по 1 июля различных лет. И первая публикация называется «Пробный камень». Это газета «Камчатская правда» 25 день июня 63 года века минувшего. Владимир Васильев пишет большую статью о камчатских литераторах. Он рассказывает о литературном объединении, существовавшем в то время на Камчатке. Автор пишет. Объединение называет себя областным. Но связи с молодыми авторами у него слабы. Даже в Петропавловске. Хотя достаточно ему подключиться к работе идеологического отдела камчатской правды, как деятельность его активизируется. В редакцию обращаются десятки начинающих Павликовой группа рассказчиков, которые нуждаются в хорошей школе. И совершенно недопустимо, гневно пишет автор, что заседания готовятся небрежно. Быстро читаются рукописи. Оценки делаются по первому слуховому восприятию. Большинство членов литературного объединения позволяет себе не приходить на обсуждения и обращаться к своим товарищам. Только тогда, когда нужно что-то издать. В своей статье «Пробный камень» автор упоминает камчатского лесоруба Петра Проскурина, который впоследствии стал очень известным писателем-почвенником. Упоминает корреспондента Дальтас по Камчатке, единственного члена Союза писателей в 1963 году на полуострове Александра Харитановского, автора знаменитой повести «Человек с железным оленем», рассказывающей о велосипедном походе Глеба Травина по границе Советского Союза. Вот такая вот газетная публикация. День следующий, 26 июня 1937 год. Резолюция по докладу товарища Никонова об итогах 12-й краевой партийной конференции. Но, естественно, как же без поиска врагов? Потому что вся большевистская идеология советских лет была направлена именно на поиск врагов и на уничтожение неугодных. Вот что пишется в газете. «Преодоление политической беспечности идет еще слишком поверхностно и неудовлетворительно. В ряде хозяйственных организаций до сих пор еще недостаточно развернута большевистская борьба по выкорчевыванию японо-троцкистских диверсантов, вредителей и шпионов. И недопустимо медленно идет ликвидация последствий вредительства». Здравствуй, Родина моя! Вышит знамя в звезда! Ну и чего, собственно говоря, можно ожидать от коммунистов? Кстати, напоминаю, что с полными текстами всех газетных публикаций, которые я упоминаю в своих выпусках, вы можете познакомиться на моем одноименном канале «Камчатка с Александром Петровым» на сервисе «Яндекс.Дзен». Ссылка находится в описании под роликом. А мы продолжаем наше чтение. 27-й день июня, год 18-й века минувшего. Газета «Известия» сообщает, что на состоявшемся сходе Мирян выражено пожелание, чтобы для отправления религиозных треб в городе были оставлены два священника с окладом по 400 рублей в месяц. Ну и день следующий, тоже газета «Известия», только уже 27 июня, и год уже 1920-й, то есть на два года позже. В газете публикуется стихотворный фильетон, подписанный псевдонимом «Туз». Фильетон называется «Сон». Убаюканный вечным покоем, поднапев мелких сплетен и ссор, гражданин Петропавловска дремлет от давнишних годов до сих пор. Иногда же, проснувшись от спячки, старичков беспощадно он бьет. Но конец одинаков бывает. Он напьется и снова заснет. Прокатилась волна мировая, гражданин недалекой страны приподнялся на миг, опустился, погрузившись в приятные сны. Ты, соседка, слыхала ли новость? Флот китайцев к нам в город идет. Говорят, что Америка следом тоже флот на Камчатку пошлет. Ну, слыхала я, это уж новость. А вот новость так новость, кума. Муженьку изменяет Матрена. Вчера видела это сама. Вот в таких разговорах и сплетнях, без нужды и почти без забот, средь богатой роскошной природы обыватель Камчатки живет. В новой жизни заря наступает. Принимайтесь за труд, как один. Оправдайте высокое звание. Я свободный из страны, гражданин. Между прочим, достаточно типичное и для сегодняшнего дня стихотворение. Петропавловцы или петропавловчане, как вам удобно, кто вы овцы или вчане, занимаются пустопорожними сплетнями, пьют и спят вместо того, чтобы заниматься каким-либо полезным делом. А мы продолжаем наше чтение. Тот же 27-й день июня, но уже год, 1991-й, газета «Вести». Пишет, что власти Карякского автономного округа ходатайствовали перед местной прокуратурой разобраться с Тигильским райсоветом, который 12 июня провел опрос жителей о выходе из области вопреки запрету окрсовета. День следующий, 28-й день июня, 1941-й год, газета «Камчатская правда». Команда «Дрифтера-Ударник» сообщила по радио резолюцию митингов, которые пишут, «Заслушав сообщение о выступлении по радио заместителя председателя Совнаркома Союза СССР товарища Молотова о наглом нарушении германскими фашистами границ Советского Союза, наглом нападении и бомбардировке наших городов и мирного населения, команда «Дрифтера-Ударник» возмущена поведением фашистских агрессоров к Германии. Обязуемся быть еще более бдительными, еще более укрепить трудовую дисциплину. Стахановским трудом выполним и перевыполним план Лова. Позору правительства в любую минуту готовы стать на защиту Родины с оружием в руках. По поручению митинга Смирнов, пышной вляки. Вот такое вот обращение в один из первых дней Великой Отечественной войны. Ну что, пора продолжить дальнейшее чтение старых газет. Чем мы сейчас и займемся. 29-й день июня 1979-й год. Опять-таки главная газета. Полуострово «Камчатская правда». Маленькая заметка. Аплодисменты в тундре. Национальный ансамбль «Молодость», которым руководит заслуженный работник культуры РСФСР РСФСР Тасьяна Петровна Лукашкина по праву пользуется успехом не только у жителей родного села Тиньвики. Он уже побывал во многих населенных пунктах района. Выступал перед рыбаками, строителями. Недавно артисты ансамбля выступили на империализированной сцене у оленеводова Чайвояма и Средних Пахачей. Побывали в гостях у пионеров этих сел. Программа, включающая корякские и тельменские песни и танцы, вызвала дружные аплодисменты зрителям. День следующий. В 30-й день июня 1948 год. Заметка-экскурсия к паратунским ключам, опубликованная в той же самой Камчатской празднике. 19 и 20 июня комсомольская организация Петропавловской судоверфи провела экскурсию в село Паратунку. В экскурсии приняли участие 40 молодых производственников. Судоверфь предоставила катер и боржу, на которые участники экскурсии были доставлены до Старой Торины. Затем, пройдя 12 километров пешком, частью по заболочной тундре, молодежь добралась до Паратунского дома отдыха. Напоминаю, что полный текст, заметки вы можете увидеть на моем канале сервиса Яндекс.Дзен. Ну и последние две публикации, с которыми мы сегодня познакомимся, это публикации, относящиеся к первому дню второго месяца лета. 1941 год. Газета «Камчатская правда» публикует стихотворение «К бойцу», написанное работником теплохода-рефрижератора номер 1 Корольковым. Грозное дыхание океана слышу я в бушующей волне. Полоса молочного тумана залегла на дрос и пью камней. Сопки в небо, устремив вершины, снегом занесенные стоят. Полночь, мерный шум машины. Все свободные от вахты спят, бьют о берег волны океана в неустанной дыковой борьбе. В эту ночь, увитую туманом, думаю, товарищ, о тебе. Может быть, такие же туманы над тобою плавают сейчас? Ты лежишь на выжженной поляне, ждешь, когда придет атаки час. Пальцы ласково винтовки тела охватили, улеглись на спуск. Пуля тонко над тобой пропела и вонзилась во обгоревший куст. Слышен крик. Умело маскируясь, ты идешь вперед, гремит «Ура!» шаг могучий твой прервать пытаясь, мечут пулей вражьи снайпера. Залпом пушек, дробью пулеметов жаждет враг волну живую снять. Но не задержать советскую пехоту молодость могучую нельзя. Лавою неутомимых танков, тучей быстро крылых ястребков ты уничтожаешь в лоб из флангов полчища взбесившихся волков. Грозный, многомиллионный, беззаветно ринувшийся в бой, знай, боец, отвадой окрыленной, наша Родина горда тобой. Напоминаю, это стихотворение работника теплохода рефрижератора номер один Королькова, опубликованное 1 июля 41 года на страницах Камчатской правды. И последняя сегодняшняя публикация в том же самом номере Камчатской правды называется «Патриотические дела островитян». И повествует она о жителях острова Медного, одного из двух островов, населенных в этот момент островов Командорского архипелага. Нет предела возмущению трудящихся острова по поводу наглого нападения германских фашистов на границе Советского Союза Тише Яблокова. Выражая свой гнев, островитяне отвечают на происки фашистской клики Германии с тахановским трудом. Сейчас рабочие Камандорского зверосовхоза успешно ловят и заготавливают рыбу для земли подкормки голубых песцов. Промышленники Олеуты наряду с этим успешно проводят подкормку песцов. Это точно. Все внимание коллектива зверосовхоза сосредоточено на том, чтобы выполнить план летних работ по лову и заготовке рыбы по проведению промысла морского котика, чтобы дать государству больше высокоценной пушни. Наконец-то вы узнали правду. Вот такие вот события происходили на Камчатке. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится один раз в неделю вместе со мною погружаться в дебри местного краеведения. Пишите комментарии. Но, как всегда, напоминаю, что один раз в месяц на своем канале я провожу розыгрыш какого-нибудь моего фотоальбома среди тех, кто сделает на развитие канала пожертвования так называемые донаты. У вас есть шанс получить альбом. Главное, несите ваши денежки мне, а я пущу их на то, чтобы ролики стали красивее и интереснее. А, вот еще. если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации, которые находятся в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok